Курск – литературный город России. К своему тысячелетию библиотека региона включает в себя немало произведений наших земляков, по которым сегодня изучают литературу в школах и вузах страны. Писатель-фронтовик Пётр Михин дополнил это собрание своим двухтомникам, внукам о войне. Издание получило всероссийское признание. Ветерану в торжественной обстановке вручили членский билет Союза писателей страны. В ответ он подарил свою книгу. Дорогому суворовцу, афганцу, председателю Союза писателей России Иванову Николаю Фёдоровичу, от автора, воспитателя суворовцев, на добрую память 15 января 2020 года. Вслед за областным в Курске подписано соглашение о сотрудничестве с Российским Союзом писателей. Оно включает разностороннюю поддержку, в том числе начинающих авторов. Летом будем принимать участников литературно-патриотических чтений «Радуга». Ждём большую делегацию писателей из российских регионов, Украины и Белоруссии. Это также популяризация детских книг, приобщение не только к писательскому творчеству, да просто к чтению книг, приобщение к урянам. Ведь книга, она развивает, развивает мышление, воображение, да поднимает человека на более высокий уровень. Наш город – один из самых читающих в стране, а писательская организация по итогам года – лучшая. Мы даём толчок, пример для всей России. Необходимо вот такое взаимоотношение с властью, необходимо такое взаимоотношение с читателем, необходимо такое взаимоотношение с обществом. Потому что, будем откровенны, немного писателей ушли в себя за эти 90-е годы. И у нас многие писатели пишут о себе любимых, о собственных переживаниях. Мы считаем, что это неправильно. При всей свободе творчества у писателя должно быть ещё и чувство ответственности, ответственности за Отечество и от того, кто мы ответственны за то, что мы написали. От идеи до тиража поддержат власти и уникальный проект «Дом детской и молодёжной печати», где надеются вырастить достойных наследников творчества Носова, Воробьёва и Гайдара. Елена Романцева, Сергей Малеев. События дня. Продолжение следует... Продолжение следует...